Встречи, которые не забываются, остаются с нами на всю жизнь. О встрече с выдающимся грузинским композитором Гии Ханчели можно было только мечтать. И эта мечта стала былью, когда зимой 1995 года он приехал в Нью-Йорк. Я позвала его в гости, и мы заодно побеседовали для телевидения WMNB. Каким ветром занесло в Нью-Йорк? Попутным. В Нью-Йорке у меня был один концерт 25 февраля. И еще предстоит исполнение одного сочинения в концерте 19 числа. И 20 я, надеюсь, не против ветра, а опять попутным ветром улетаю в Берлин. В 1991 году я приехал туда на один год. С надеждой на возвращение в Ильисе я был гостем Немецкой академии искусств. А потом из-за ситуации в Грузии я решил как-то, если смогу, пожить в Берлине. Вот пока что я могу. Я занят основной работой. Уже 4 года я не работал ни в театре, ни в кино. В Берлине вам приходится встречаться с теми людьми, с которыми вы раньше сотрудничали с Союзом? Или это новые люди? Очень близких моих два друга, Альфред Шнитке и Арво Пярд. Дружба с которыми началась где-то в 60-х годах. Оказалось так, что и я в Германии живу, и Пярд живет в Берлине, и Альфред Шнитке живет в Гамбурге. Ну, это, конечно, очень приятно. К сожалению, у меня нет возможности общаться с теми людьми, с кем я общался. Появились какие-то заказы. Я начал их осуществлять. Это все было связано с исполнениями, как в Германии, так и за пределами Германии. Мы начали записывать музыку мою. Это также связано с определенной работой, с монтажом, с присутствием на записях и так далее. Вы автор «Семи симфоний» и «Последнее» написано вами как эпитафия иллюзиям поколения 60-ников за несколько лет до краха Советского Союза. Да, у меня семь симфоний. На это ушла вся жизнь. Эти симфонии были написаны в Грузии. А за эти четыре года я написал много других сочинений. Но поскольку я седьмую симфонию назвал эпилогом, я больше так свои сочинения не называю. Пересматривая программу ваших концертов, я заметила, что в основе вашей музыки лежит сострадание, выраженное и в скорбных названиях «Ангелы печали», «Оплаканный ветром». Все написано тогда, когда я жил в Грузии. И светлая печаль, и оплаканный ветром. Вы предчувствовали или… Это нельзя назвать предчувствием. Мне кажется, что в каждом из нас как-то при рождении что-то заложено. Ну, так случилось, что я никогда веселую музыку не писал, если не считать музыку к фильмам или к спектаклам, когда я выполнял волю режиссера. А когда я сам бывал режиссером, тогда я писал то, что мне подсказывала душа и, может быть, моя совесть. Вы дуете такое мнение, что в Грузии песня, музыка впитывается чуть ли не в утробе матери, чуть ли не с материнским молоком. А как было у вас? Я родился и вырос не в музыкальной семье. Отец мой был врач. Мама воспитывала детей и ухаживала за домом. Вероятно, самостоятельно увлекшись музыкой, вы полюбили поэзию. Стихи писали? Нет, не то, что не пишу. Я закончил школу среднюю, так и не выучив ни одного стихотворения. У меня в этой области с памятью очень плохо. Но стихи люблю. Что касается того, что в Грузии все воспитываются в какой-то музыкальной среде, мне кажется, это правомерно и справедливо, потому что у нас всегда ведь звучит, ну, хотя бы народная музыка. И в семьях, и во время застолья, и, кстати, во время тяжелых каких-то моментов жизни. У нас в нашей народной музыке на каждый такой случай есть великолепные образцы. Плачи, застольная народная музыка. Музыка, связанная с какой-то трудовой сферой. Музыка, связанная с какой-то трудовой сферой. Как вам работалось в театре Руставели с Робертом Стуруа, где были созданы Кавказский мировой круг, Король Лир, Вичер Третьев? И где он сейчас? Роберт Стуруа ставит «Чайку» в Лондоне. Вместе с художником Месхешвили мы работали всю жизнь. И для меня это, может быть, самое наилучшее воспоминание. Я всегда считал, что работа с такими личностями, как Роберт Стуруа, как Георгий Данелли, как Эльдар Шенгелая, мне дает намного больше, чем я могу дать этим режиссерам своей музыкой. Потому что я думаю, что общение с такими личностями сыграло определенно положительную роль в моей жизни. Как создавалась песня Камни Мино, такая известная, любимая всем. И здесь, в Америке, очень любят наши эмигранты эту песню. Вполне возможно, что ее написал сам Данелли, потому что он человек необыкновенно музыкальный и очень хорошо всегда знал, что ему надо. И моя работа начиналась с того, когда он изображал на клавиатуре то, что он хочет. Он очень музыкальный человек. И в отличие от Роберта Стурова, который полностью полагался, ну, предположим, на мою интуицию, Данелли с самого начала вмешивался вот в эту музыкальную ткань. Это меня доводило до белого коленя. На фильме «Не горюй» мы даже временно расстались. Но, как правило, всегда он оказывался прав, потому что он необыкновенно точно и правильно чувствовал, что ему нужно. То, что касается этой песни, я... Ведь вы знаете, когда вдруг получается шлягер, никто об этом заранее не знает. И здесь должны какие-то факторы сработать. Валико, Сарбазан пришел. Ва, Сарбазан. Вашу музыку к фильму «Чудаки» увеличают ажурно-трогательной. Основная нагрузка музыкального решения этого фильма легла на плечи моего друга, дирижера Джансуга Кахидзе, которого я пригласил соавтором. Два композитора на этой картине. Он и пел, по-моему. Он и пел, и это решение я принял после того, когда он в Москве записывал музыку «Книгарюй». Он для этого фильма сделал очень много. Кроме того, что он продирижировал музыкальные фонограммы, кроме этого он и пел, и пел и народные песни, и сделал это на высочайшем уровне. И, зная его необыкновенную музыкальную одаренность, я его пригласил на этот фильм, после чего он стал довольно известным кинокомпозитором в Грузии. Он, наверное, оформил 20, может быть, даже больше картин. Музыка. 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 Продолжение следует... В 1984 году, напомню, Джан Сухкахиза поставил на сцене Дбилисского театра вашу единственную оперу «Музыка для живых». Есть ли в планах новая опера? Есть такой камерный оперный театр в Лондоне, Алмейда. Они обратились ко мне с вопросом, не согласился бы я с ними начать работу. Я им предложил Роберта Стурова и Коги Месхешвили, на что получил восторженное согласие. Стурова даже сделал заявку по нескольким рассказам Борхеса. И сейчас он находится в Лондоне, и я надеюсь, что они договорятся о сроках, и, может быть, эта работа начнет осуществляться где-то через год. С расчетом, что это будет поставлено в 97-м или в 98-м году. Вы создавали музыку к 50-ти фильмов. Какие самые любимые? Я считаю, что фильмы обычно бывают хорошие те, которые не стареют. Для меня не стареют два фильма – «Не горюй» и «Необыкновенная выставка Эльдара Шенгелая». «Не горюй» и «Не горюй» «Не горюй» и «Не горюй» и «Нае!» «Не горюй» «Нае! О!» « gracious, ужас!» Я считаю это классическими картинами, и я счастлив, что мне пришлось к этим фильмам написать музыку. Ваши последние сочинения, и не только последние, всё ваше творчество заслуживает очень пристального внимания музыкантов, критиков и в Америке, и в Германии, и в Союзе. Что нового вы создали, и что, на ваш взгляд, хорошо было бы послушать нашим зрителям, которые могли бы прийти на ваш концерт в Линкольн-центр 19-го числа? Я думаю, что перечислять сочинения, которые написаны за последние несколько лет, не имеет смысла. Это будет очень скучно. Каждый человек как-то старается создать своё. Это своё в будущем оказывается или настоящим, или бывает предано забвению. Всё очень просто. Когда я ещё была в Грузии, я заметила, что многие режиссёры, особенно режиссёры, актёры, ринулись в политику. Тот же Шенгелая, Ланакова, Горидзе, Ревас Чхейдзе. Но вы никогда, нигде не выступали. Вы никогда не говорили вслух о своём отношении к тому, что происходило. Я совсем не горжусь тем, что я в эту политику не рынулся. Потому что в то время, когда Эльдару Шенгелая пришлось бросить, фактически бросить кинематограф и заняться политикой, я, например, по сей день считаю, что это очень мужественный был шаг. Он чувствовал, что нас ожидает, и потому он бросился в эту борьбу. Я тоже это чувствовал, но я не бросился. Поэтому я даже порою как-то укоряю себя за это. Я, с другой стороны, я знаю, что я ничего не смог бы. Вы знаете, когда начинается вот эта революционная эйфория, к сожалению, она приносит только горести и разрушения. И тем не менее, я считаю, что вот такие художники, как Эльдар Шенгелая, как Ланна, я, например, горжусь тем, что они пожертвовались своим основным делом и занимаются политикой. Это нужно, обязательно нужно. Вы следите за событиями в России, в Грузии. И вот на сегодняшний день, что бы вы сказали, как человек, как личность, как вы оцениваете все? Вы знаете, что у меня, я об этом очень часто думаю, очень часто мне приходится спорить, что-то доказывать. Я считаю, что судьба Грузии очень сильно связана с будущим России. И так же, как я мечтаю о том, чтобы в Грузии было бы спокойно и нормально, так же я мечтаю о том, чтобы это было бы в России. Россия для меня очень близкое понятие. Я ведь воспитанный на грузинской культуре. Вторая моя культура – это русская культура. Хорошо или это плохо, я не знаю. Я считаю, что это хорошо, потому что русская культура – великая культура. Я иногда думаю о том, если Грузия останется на многие столетия в изоляции от России, хорошо это или плохо? Страдай. Я считаю, что это очень плохо, потому что, вспоминая наше географическое расположение, возникает очень много вопросительных знаков, очень много вопросов. Это очень сложные проблемы. И мне, конечно, очень хочется, чтобы Россия наконец-то стала бы на путь цивилизованного общества. Андрей Битов прекрасно написал, он написал один раз в одном из своих рассказов о том, что Россия, дав миру величайшую культуру, так и не смогла сама стать цивилизованным государством до сих пор. Я думаю, что даже весь мир хотел бы этого. И сейчас в России идет какая-то дикая борьба. Ну и завершая нашу встречу, можно было бы, наверное, поделиться планами на будущее. Буквально через неделю покидаю Германию на один год. Есть такая форма «гесткомпозер». Меня пригласил Антверпенский симфонический оркестр. Я буду жить в Антверпене в течение года. Они мне предоставляют довольно хорошие условия для работы. В течение года в восьми концертах будет звучать моя музыка. Плюс я пишу одно сочинение, премьера которого состоится в Антверпене в феврале 96-го года. Это сочинение для Остроповича. И ближайшие планы связаны с пребыванием в Бельгии. Что будет потом, я еще не знаю. То, что касается записи и исполнения, ну, они будут просто продолжены, и я буду на них ездить уже из Антверпена. Наши зрители в основном представители бывших республик Советского Союза. Как вы к ним относитесь? Когда я или в Германии, или в какой-нибудь другой стране встречаюсь с приезжими из бывшего Советского Союза, кто бы они ни были, для меня это огромная радость. И вот сейчас, приехав сюда, я каждый раз стараюсь в 5 часов оказаться дома, чтобы посмотреть время, которое в Нью-Йорке каждый день передают. И вот всех тех людей, которые вместе со мной переживают, я хочу поблагодарить за эти переживания, потому что я знаю, что есть большая часть эмиграции, которая абсолютно все равно, что происходит там. Я принадлежу к той части эмиграции, которая не все равно, что там происходит. Мечтаю о том времени, когда я вернусь домой, потому что живу я в прошлом и, думая о будущем, я думаю о Грузии. Мечтаю о том, что я вернусь домой. 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 Продолжение следует...